Девочки, всем огромный привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас с вами будет распаковка. Эта посылка пришла мне с интернет-магазина Виотекс. Это производители из Иваново. Они отшивают мужскую, женскую, детскую одежду. Огромнейший выбор. Также еще у них есть свое второе производство по домашнему текстилю. И там тоже огромнейший выбор. Давайте сегодня откроем вместе с вами эту посылку. И я вам покажу, что же я заказала. Итак, как вы видите, тут все битком. Я вам буду показывать все, что я заказывала. И уже в процессе я вам потом буду вставлять видео, как это все сидит, как это все выглядит уже непосредственно на мне, либо на детках. Так, первое. Давайте вот, что попадается, будет под рукой, поэтому буду вот первую попавшую заставать. Так, я заказала костюм для мальчика. Скелетоны 1. У меня в росте 110. Это костюм для Матвея. Я заказала тут такие скелеты динозавров. Знаете, что он очень любит динозавров, поэтому я думаю, что это такая будет... Принт для него интересный. И сам вообще костюм всегда нужен. И дома ходить, и в детский сад можно костюм одеть такой. И на даче носить. То есть это такой, знаете, универсальная такая вещь, которая и ребенку комфортно ходить, и выглядит при этом тоже достойно. Итак, здесь 100% хлопок. Единственное, насчет чего я пока немножко сомневаюсь, это в размерной сетке для детей. Потому что, как бы, свой размер я знаю. И то, бывает так, что сомнения есть. Все-таки 42 либо 44. Будет ли хорошо, либо чуть маломерить. Но это мы сейчас в процессе все узнаем. А вот насчет детской я взяла чуть-чуть с запасом, чуть побольше костюма. Потому что хлопок, как правило, еще может такое... Ну, у него есть, да, свойство подсаживаться. Поэтому все-таки взяла чуть-чуть, чтобы был с запасом, а не впритык. В общем, вот такая вот кофточка. Очень красивый принт. Тоненький такой материал приятный. И вот такие вот штанишки. Здесь внизу манжет. Наверху резиночка. Ну, вот по брюкам я вижу, что сейчас пока еще, наверное, Матвей будет немножко большеват. А они, ну, знаете, большие, не маленькие. Так что на вырост всегда, может, даже кле тоже будет отлично. Но все равно он померяет. И вы обязательно все увидите. Так, это первый костюм. Второй костюм для мальчика. Называется Бургер 2. Это я брала для Максима. Рост 140. Ну, не знаю. Сейчас будем смотреть. Так, и по составу это тоже 100% хлопок. Тут футболка и штанишки, да. Ну, в принципе, футболка, я думаю, что будет как раз. Мне очень понравилась такая расцветка. Принт такой прикольный. Тоже обязательно все померим вам, все покажем. И вот такие вот пижамные штаны. Ух ты, я думаю, что пижамные штаны даже для меня сейчас будут как раз. Ну, опять же, да, лучше взять чуть побольше, потому что может посесть после стирки, чем будут маленькие. Тут есть карманы, тоже очень тоненькая ткань. Вообще, вот я говорю, такие костюмы я даже вот очень люблю носить на даче. Деткам тоже комфортно, то есть летом одеть, дома носить. Это вообще прям отличный вариант. Там можно как пижаму использовать. Кто любит спать ночью в каких-то пижамках. Тоже принт такой прикольный. Тут и гамбургеры, и картошка фри, кетчуп, соль. Ну, в общем, такая, знаете, я как раз думаю, что Максиму понравится. Этот костюм уже я заказывала для себя. Называется он спринт. Я взяла в размере 44. Объясняю почему. Потому что все-таки домашние костюмы. Хочется в них чувствовать себя комфортно, не в обтяжку, чтобы были. Поэтому я не рискнула взять 42. Все-таки как-то 42, это уже низ мне может быть маловат. Поэтому я взяла 44. Даже если будет чуть-чуть брюки больше, ну, как бы ничего страшного. Итак, костюм. Очень такая хорошая, плотная ткань. Так, здесь в составе 72% хлопка, 20% полистера и 8% лайкры. Тоже на резиночке. Резинка, кстати, уже очень мне нравится, что она не тугая. То есть она не будет перетягивать вам. Карманы есть. Опять же повторюсь, что все вам покажу на себе. И внизу манжеты. Но манжеты как бы не резиночка, а тоже такие, как из ткани сделаны, да, тканевые. Очень приятный цвет. Вы уже знаете, что я подобного цвета заказывала раньше. Тоже себе костюм домашний. И мне на самом деле он очень нравится. Очень такой красивый цвет, женственный, спокойный. Многим может вообще подойти. И вот такая вот тут толстовочка. Цвет какао называется. Вообще 44% идет на рост 170%. Я ростом 160%, поэтому, конечно, он немножко мне может быть и большой. Но меньше, я говорю, я не решила заказать. Тут внизу в углу есть такая небольшая надпись. Обожаю костюмы. Честно, для меня домашние костюмы – это вот сейчас очень комфортная вещь для дома. Потому что в шортах я мало вообще когда хожу. Я мерзлявый человек, поэтому мне как-то в шортах не комфортно ходить зимой и весной, пока прохладно. А костюмы я люблю. Поэтому они выглядят тоже прекрасно. Вы в них выглядите великолепно. Это достойно, это красиво. И когда много костюмов, всегда можно менять. И выглядят вообще просто потрясающе каждый день. Дальше следующий костюм. Он уже идет в таком красивом цвете зеленом. Такой цвет хаки. Мне очень понравился. Были и другие цвета. Но мне почему-то очень хотелось взять его. Вообще, я могу сказать, и на весну, и лето можно спокойно носить под кеды, под кроссовки. Такие костюмы я тоже ношу на улицу. И вообще прекрасно у них себя чувствую. Опять же, резинка очень приятная. Так же, как в предыдущем костюме, нету края. Есть два кармана. И смотрите, здесь мне очень нравится, что нету манжет, а есть просто обычный срез и сбоку такой небольшой разрез. То есть, такие немножко зауженные к низу. Но вот я ориентировалась по фотографии, как этот костюм выглядит на модели. И он, конечно, сидел на ней шикарно вообще. Просто выглядел. Так, брючки. И, значит, кофточка. Цвет хаки. Называется этот костюм Альфа 2. Тут по составу то же самое. 72% хлопка, 20% полистер и 8% лайкры. И тоже идет на 170 рост. По качеству великолепный. Вообще вот тоже прям очень приятный, комфортный. И внутри, знаете, такая ткань приятная, гладкая к телу. Будет вырез полукруглый. И вот такой вот рукав. Слушайте, мне очень нравится. Но они, я так думаю, что будут такой в свободной форме. Может быть, даже чуть великоват. Но все равно, мне нравится. Дальше. Комплект Николета 2. Это 100% хлопок. Цвет бирюза. И вот этот набор я взяла в размере 42. Идет на рост все равно 1,70 м. Это комплект. Тут сорочка и халатик. Это я взяла поменьше, потому что, как бы, ну, 44, я думаю, что была бы большая сорочка. Я очень люблю натурального, когда материала. Никакилую синтетику я не люблю. Либо хлопок, либо что-то вот, вискоза какая-то. То есть натуральная такая ткань. Вот такая вот сорочка на лямочках. Кстати, вот огромный выбор на сайте подобных вещей на ночь. Очень-очень большой выбор. И вот такой вот халатик с коротким рукавом. Также идет пояс в комплекте. Здесь есть шлевки. Мне, кстати, очень нравится, когда вот в халатиках, таких накидках, есть уже шлевки для пояса. И не надо каждый раз куда-то его бросать. Постоянно теряется, потому что иногда не пришивать шлевки, и пояс получается сам по себе. Это не очень удобно. Так, он без пуговок, то есть он идет просто на запах. И вот такие вот вещи я очень люблю летом носить. Они тоже очень-таки комфортные. В них легко, не жарко. Супер! На самом деле заказ очень большой, девчата, поэтому готовьтесь. Халат кис-кис, цвет голубой, размер 44. Мне захотелось такого какого-то тепленького, уютного халатика. Именно вот сейчас на зимний-весенний период. Что-то такое, знаете, типа баечки. Так, это 80% хлопка и 20% полиэстера. Ткань махра. Вот в таких вот халатиках, такой, подобной ткани, я люблю ходить. Вот после душа вышел, да, после ванны накинул. Уже тепло, уже комфортно и смотрится потрясающе. Тоже пояс, кстати, пришит. Карманы имеются. Мне очень уже нравится. Я думаю, что по размеру он будет идеальный. Расцветка разная. Можете выбрать ту, которая вам нравится. Здорово. Все померю, все вам покажу. Следующий костюм называется пижама сладких снов 2. Цвет бежевый, размер 44. Ай, какой красивый рисунок. Такие мишки. Прямо вот именно действительно ночная пижамка. Но опять же можно использовать как домашний костюм. Без карманов. Тут нету никаких манжетиков. Просто подшит внизу край. Это стопроцентный хлопок. Размер 44. И вот такая вот сверху кофточка. Полукруглый вырез. И рукав в три четверти. Такие два замечательных медвежонка. Следующий костюм. Называется зимняя сказка. Это стопроцентный хлопок. И цвет красный. Размер 44. Что-то мне кажется, как такая внешность на 44 немножко великоват. Я как-то погорячилась. Ну, посмотрим, что будет после стирки. Рукавчик, насколько я понимаю, три четверти. Да. И вот такие вот тут штанишки. Брюки, в принципе, нормально. Десять, что по длине могут быть длинные. Но я с этим уже как-то свыклась. Я всю жизнь подшиваю себе все штаны, все брюки, все джинсы. Потому что как бы на мой рост мало что можно найти, если только в детских отделах. Так, резиночка здесь немножко потуже, чем в предыдущих костюмах. Также имеются карманы. И они сами по себе вообще как-то выглядят чуть поменьше. Несмотря на то, что это тоже 44. Но, опять же, все вам померю. Все на себе покажу. Следующее, что я себе заказала, это сорочка. Название у нее Изабель 1. Цвет голубой. Размер 44. И по составу 100% хлопок. Это тоже сорочка на лямочках. Очень, кстати, красивая кружевная здесь вставка. Не совсем длинная, такая коротенькая. Очень-очень такой тоненький, приятный материал. Я вообще говорю, обожаю просто натуральные ткани. Особенно вот хлопок. Это самое, мне кажется, удобное, приятное и качественное. Качественный материал именно для сна. Для дома. Вот в том, в чем комфорт. Так что вот такая вот сорочка. Тоже расцветки разные. Там вообще просто, я говорю, огромнейший выбор. Когда я делала заказ, я очень долго сидела и выбирала, ну что же мне выбрать. Потому что просто глаза разбегаются, хочется все. Так, последний костюм. Это, знаете, такой костюм конкретно на зиму. Вот как я люблю такую теплушку, какую-нибудь махрушку одеть. Потому что, говорю, я очень нерзлявая. И вот особенно, знаете, еще в период, когда выключают отопление по весне, но бывает еще на улице холодно, а квартира как-то уже не жарко. Либо, наоборот, когда еще не включили, не начался отопительный сезон, да. А уже походу тоже холодно дома и чувствуется. Я очень люблю подобные костюмы одевать. У меня вот есть махрушка моя любимая, которой уже очень много лет. Ее как бы надо уже, наверное, на дачу отвезти. А вот как раз-таки вот это будет ей замена здесь дома ходить. В ней настолько сильно быстро согреваешься и настолько себя комфортно чувствуешь. Я очень люблю, когда тепло. Когда не мерзну, а вот здесь это мне комфортно и хорошо. Поэтому я люблю такие вещи. Этот костюм называется Инги. Цвет голубой и размер 44. Тоже разные расцветки. Здесь ткань Жаккарт. 65% полиэстера, 35% вискозы, 100% полиэстера или что? ПМ. Тоже опять сокращенно. Так, очень приятные, кстати, брюки. Они прям плотные. Такая ткань. Очень-очень прям толстенькая. Ну, это легкая, при этом не тяжелая. Здесь резиночка свободная. Также имеются два кармана. И вот такая вот сверху, как бы, ну, толстовка или, как она называется, кофточка. Такая свитшот. Манжеты имеются. Тоже полукруглый вырез и слоник. По-моему, насколько я помню, были еще другие рисунки. Можно посмотреть. В общем, это конкретно такая вот моя любимая зимняя тема. Вот такие вот вещи я очень люблю. У них прям очень комфортно. И я заказала еще тапочки. Там, кстати, ассортимент тоже разной домашней обуви. Но, вот, честно скажу, я не знала, как его именно придет. Потому что написано, тапочки в ассортименте. Либо это могли бы быть просто обычные тапочки. Либо вот, как мне пришли такие сапожки. По размеру, честно сказать, сейчас не знаю. По-моему, 37 или 38, наверное, я заказывала. Ну, вот, сейчас пока не могу ничего посмотреть. И на пакете тоже нету. Подошва здесь тоненькая. Не знаю, насколько они будут, конечно, носиться. Насколько их хватит. Но вот такую обувь тоже многие, я знаю, любят. Ножкам тепло. Они высокие. Можно и шортики даже одеть. Так что тоже вам обязательно все померю. И смотрите. Как раз-таки, да, я вам говорила, что есть сайт именно с одеждой. С детской, женской, мужской домашней одеждой, трикотажем. А есть домашний текстиль. Это другой сайт. Как раз-таки на этом сайте можно найти и постельное белье, и различные покрывала. Тоже еще раз повторюсь. Ссылки все будут внизу. Посмотрите. Очень-очень большой вопрос. Итак, у меня покрывало. Это материал Вилсофт. Плед. И размер 2х180. Это двухспальный. Давайте откроем. Кстати, смотрите, как красиво приходит. То есть это прям можно заказать на подарок. Он уже приходит в упаковке. Такая вот, можно сказать, сумочка, да? Даже можно ничего не добавлять. Прилебить сюда бантик, и вам подарочная уже упаковка прям готова. Вот так. Ткань безумно приятная. Просто невероятно мягкая. Такая, знаете, на которую хочется вот лечь и прям спать. Я обожаю такие пледы. Они и могут служить как плед, на котором вы просто постелите на кровати. Это будет покрывалом служить. А есть именно как плед, которым вы можете просто сверху укрыться, если там прохладно. Или, как некоторые любят, у кого есть свой загребный дом. Сидя на качельках, укрутиться в плед и проводить вечера. Кстати, мне очень нравится, что он не очень тяжелый. То есть его я спокойно смогу даже в машинку свою закинуть, постирать. У меня есть один плед. Он тоже таких же размеров, большой, да, но он настолько тяжелый. И его только в химичистку. То есть моя машинка на 6 килограмм его просто не возьмет. Он даже туда не вмещается. Вот. А это, конечно, вещь такая, которую нужно будет стирать. И это, конечно, очень удобно, что вот можно будет даже дома постирать спокойно высох. И дальше класть его и использовать. Так. И еще последнее, что у меня в этой посылке, это постельное белье. Поплин. Двухспальные с европростыней. Я обожаю, когда двуспальные наборы идут с европростыней. У нас обычная стандартная кушетка-кровать, да, как-то раскладываешь, тоже двухспальные получаются размеры. И даже обычный бывает двуспальный комплект белья, но с обычной простынью, простынь не всегда заправляется. Если заправляется, то она начинает потом время от времени выползать. Поэтому я очень люблю отдельно докупать простыни на резинке. И могу даже не использовать простынь из комплекта, а именно одеть, заправить, точнее, накрывать простынь на резинке отдельно. А уже потом под одеяльник и на улочке комплект постелить. Вот. А когда европростынь, это удобно. Она большая, ее заправляешь со всех сторон, ничего не выползает. Это действительно, ну, мега удобно. Так, под одеяльник здесь 215 на 180. Простыня 240 на 215. Представляете, сколько запаса, да, на двуспальную кровать. И на улочке две штуки 70 на 70. Он двухсторонний. И такая расцветка очень прикольная. Можно, кстати, использовать как и в детской комнате, так и в спальне во взрослой. То есть, такой, знаете, принт, не обязывающий ни к чему. В конце этого видео я немножко так подведу итоги по поводу размерной сетки, чтобы вам было проще просто ориентироваться и вы понимали, какой размер вам заказать. Смотрите, на своем примере расскажу. У меня верх 42, низ 44. Все практически костюмы я заказала в 44 размере и понимаю сейчас после примерки, что я не ошиблась и я правильно выбрала размер. Да, может быть, вверх, может быть, на каких-то костюмах у меня чуть-чуть длинноват рука. Немножко пошире будет кофта, нежели она, может быть, моего бы размера была, да. Но меня это не смущает, меня это вполне устраивает. Зато низ, брюки, штаны сидят идеально того размера, который нужен. Если бы я заказала костюмы в 42 размере, в каких-то моделях я бы в штаны просто не влезла, они были бы мне в обтяжку. Я так не люблю носить, поэтому даже чуть посвободнее мне всегда более комфортно, нежели в обтяжку. Поэтому вот ориентируйтесь так, да. То есть, если у вас идет чуть больше, допустим, 42, но вы там ближе к 44, заказывайте смело 44. Лучше чуть больше, нежели меньше. Естественно, что я говорю, эти костюмы, может быть, еще после стирки чуточку подсядут. Также внизу в описании оставлю все свои параметры. Обхват груди, обхват талии, обхват бедер. На данный момент, как я сейчас выгляжу, чтобы вы тоже ориентировались и понимали, ну, хотя бы по моему примеру, да, что и как. Так что товарами всеми я просто мега довольна. Правда, меня вообще ни одна вещь не расстроила. Ни в плане модели, ни в плане качества, ни в плане размера. Мне полностью все подошло просто великолепно. Поэтому я с удовольствием все буду носить. Все, на этом точно все. С вами буду прощаться. Напоминаю вам, что все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Всем проходите, знакомьтесь, заказывайте, если вам что-то приглянулось. Я вас всем благодарю за просмотр. Большое спасибо, что были сегодня со мной. Также подписывайтесь в инстаграм, все ссылочки внизу. Также в инфобоксе на все мои соцсети. Я вас всех жду в комментариях и говорю вам всем до следующей встречи в новых видео совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok